Рассказ о событиях с точки зрения реальных убийц Текст составлен на основе информации, полученной из дневников в ходе допросов и снятия показаний В детстве все твердят, что ты особенная Некоторые люди необычнее других Меня Бог наградил обаянием Многие стремились заботиться обо мне И я была не против Взять моего мужа Фрэнка Когда я захотела детей, он лишь спросил, сколько Когда мне понадобился дом, он спросил, насколько большой Только кое-что даже Фрэнк не мог мне дать И сразу стал не нужен Я люблю тебя Я это зло Май 75-го года Анистон, штат Алабама У Фрэнка Хилли стали проявляться симптомы неизвестной болезни Мама позвонила и сказала, что папа плохо себя чувствует Он не вышел на работу из-за гриппа Он ослабел, мучаясь от рвоты Мэри, жена Фрэнка, заметила стабильное ухудшение его здоровья Иногда Фрэнк словно не понимал Где он находится И кто его окружает Временами он бродил, не разбирая дороги Однажды ночью Мэри выглянула на улицу И увидела, как ее муж слоняется по двору Фрэнк медленно съезжал с катушек И никто не понимал, почему Фрэнк очень много работал Но, к сожалению, не приносил в дом достаточно денег А я ненавижу безденежье Давным-давно я поклялась любить и заботиться о муже В радости и горести В болезни и здравии И следовала этому Готова Пока смерть не разлучила нас Я люблю тебя Я тебя тоже Фрэнк оказался в больнице Его состояние все ухудшалось У него появились новые симптомы И врачи с большой вероятностью определили гепатит Когда я вошел и увидел его, то сразу же одернул себя, чтобы не показать, насколько я был шокирован Я старался держаться естественно, но внутри все трепетало Два дня спустя Фрэнк Хилли оказывается в тяжелом состоянии Я вошел в палату и ощутил сверхъестественный страх Мама сидела на стуле у входа Что-то подсказывало мне, что отец не дышит Он был мертв Помню, как подумал, что этого не может быть Мама переживала Плакала Я был в состоянии шока Когда врачи и медсестры удалились Я оцепенел и смотрел, как медбрат отключал аппаратуру Что это за багровый след на руке? Где? Яркий след на месте, где была капельница Это от иглы? Он сказал, что никогда такого не видел Мой сын похож на меня Излишне любопытный Вникает во все вокруг Только я иду вперед А Майк зацикливается на прошлом Его отец теперь в лучшем мире Нужно с этим смириться Майк скоро станет отцом Ему надо думать о беременной жене Как я думаю Через несколько часов После смерти Фрэнка У нас был очень трудный день Мой отец умер Я сидел дома И жене стало плохо Как ты, дорогая? Мне что-то нехорошо Когда заболела Терри Все заговорили о том, что у нее Возможно гепатит Терри Тем же вечером у моей жены Случился выкидыш После смерти Фрэнка Члены его семьи Получили социальную помощь И выплаты по страховкам А через несколько месяцев Мэри столкнулась С финансовыми трудностями У Мэри впервые Появилось много денег Которыми она могла распоряжаться Без чьего-либо ведома У нее была слабость К изысканным вещам И теперь ее гардероб Стал еще дороже Чем прежде Я всегда хотела сорить деньгами Это оказалось восхитительно Стоит почувствовать вкус жизни Как хочется больше И одной выплаты По страховке жизни Недостаточно Когда терпишь неудачу На выручку Всегда приходит семья И моя единственная дочь Все еще живет со мной Апрель 79-го года В семью Хилли Приходит новая беда Заболевает единственная дочь Мэри 18-летняя Кэрол Хилли Кэрол пошла на выпускной бал А на следующее утро Ей стало плохо Поначалу у Кэрол Были все признаки похмелья Тошнота Рвота Только жар Никак не спадал Мне становилось все хуже Рвало так Что я боялась есть Я стала сильно терять В весе Через несколько месяцев Мэри отправила дочь На лечение в больницу Мэри давала ей детское питание Которое приносило из дома Потому что организм Кэрол Ничего не усваивал Врачи были в замешательстве Видимых причин Которые вызвали бы Подобные симптомы у Кэрол Не было Один доктор предположил Что болезнь вызвана Расстройством психики Забавно Как трагедия Может объединить семью Мы с Кэрол Стали очень близки Она снова нуждалась во мне Совсем как в детстве Представляешь У меня хорошие новости Тебе станет лучше Я принесла то Что тебе поможет Мама должна заботиться Подбадривать Отсеивать все плохое Чтобы оставались Только тепло и надежда Жаль, что Кэрол Ничего в своей жизни не добьется У Кэрол были те же симптомы Что и у отца И никто не мог понять Чем она больна Я был в гостях у бабушки Как вдруг она говорит А ты знал, что за неделю До смерти отца Твоя мать сделала ему укол Я сразу вспомнил Об агровом пятне Что это за след на руке? Алло Кэрол, это Майк Привет Мама делала тебе инъекцию Что? Делала тебе укол Нет Кэрол, мама сейчас рядом? Да Ты сказала правду? Нет Доктор, это Майк Хилли Врач проверил ее ногти И заметил две белые линии Терапевт назначил Кэрол анализ На предмет отравления тяжелыми металлами Который показал, что она получила Огромные дозы мышьяка Мы отправились к ней домой Где обнаружили коричневую сумку С тремя бутылочками детского питания Там же лежала банка мышьяка Теперь я был уверен, что мама отравила и отца Я с минуты колебался Потому что пути назад уже не будет Я собирался обвинить мать в убийстве Я люблю тебя Я сел и написал письмо следователю Мы провели эксгумацию Фрэнка Хилда Он тоже умер от отравления мышьяком Когда я об этом узнал То картина в моей голове начала складываться Вспоминая прошлое Я почти уверен Что мама отравила и мою жену В поисках мотива следствие выясняет Что Мэри получила 35 тысяч долларов После смерти мужа Мама потратила всю сумму Полученную по страховке И стала выписывать чеки на счета Где уже не было денег Кредиторы начали звонить мне Когда деньги закончились Мэри разработала новый план Как покрыть растущие долги Она застраховала жизнь дочери Чтобы получить деньги Когда Кэрол умрет Я не могла представить Что мама меня ненавидит Но иногда казалось Так оно и было Отравление Это как правило Женский способ убийства Не связанный с применением Грубой силы Женщины прибегали к яду Еще со времен средневековья Не нужно душить Не нужно бить Не нужно топить И главное Оно же и самое страшное Отравление совершают С особым хладнокровием Женщины использовали яд В течение долгого времени Все продумано Есть время одуматься И дать жертве противоядие Мэри вводила мужу Дозу за дозой Изо дня в день И равнодушно наблюдала Как он начал мучиться Она могла в любой момент Передумать Прислушаться к совести Но не сделала этого Она смотрела на страдания Фрэнка Пока он не умер Это очень жестокое преступление Заранее спланированное И хладнокровное Оно не совершается В состоянии аффекта В приступе гнева Что очень характерно Для серийных убийц Женского пола Мэри Хилли Арестована за покушение На убийство своей дочери Кэрол Мэри обвинили В попытке убийства Кэрол И дали возможность Внести залог Мэри отпустили под залог И она остановилась в мотеле Все эти проблемы с законом Просто ужасное недоразумение Жертва матери Никогда не встречает понимания Я не буду просто стоять И слушать Как про меня говорят гадости Я же все-таки вдова Чуть не лишившаяся ребенка Я прожила всю свою жизнь В Алабаме И вот где оказалась Сначала отсутствие денег А теперь и это Остается только одно Прощай Мэри Хилли Миссис Хилли Мне позвонил адвокат И спросил, где она Адвокат был уверен, что ее похитили И обратился в полицию Я сказал, что они сошли с ума Никто не похищал Мэри Она сбежала Я – это зло Я – это зло Ноябрь 79-го года Мэри Хилли арестована За отравление дочери и мужа После выхода под залог Она сбежала из мотеля в Бирмингем Мэри инсценировала похищение И исчезла Мэри удалось уйти Незамеченно из нашего поля зрения Она – миловидная женщина Которая может без труда Завоевать доверие Уверен, что если она Завела новые отношения с мужчиной Он тоже может оказаться жертвой Когда я вышла из того отеля Мэри Хилли уже не существовала Я стала миссис Робби Хоман Мне казалось, что мы с моим мужем Джоном Созданы для великих дел Но все пошло не так Я словно ждала, когда меня поймают Внутри все болело, будто что-то Хотело вырваться наружу Джон – хороший человек Но я не могла больше носить имя Робби Один из нас должен был уйти 82-й год Марлоу, штат Нью-Гэмпшир Через пару лет Мэри под именем Робби Стала говорить, что у нее есть сестра-близнец По имени Терри Которая живет в Техасе Недалеко от них Я сегодня говорила с Терри Несмотря на то, что близняшки были близки Никто никогда не видел Терри Робби начала в беседах с друзьями Признаваться, что заболела И что ей требуется лечение Сестра Робби должна была позаботиться о ней должным образом Робби сообщила друзьям, что едет в Техас Она уехала А потом Джону позвонила Алло Привет, Терри И никогда не видел Терри сообщила ему грустную новость Робби мертва Похорон не было По словам Терри Она пожертвовала труп сестры науки Мэри избавляется от образа Робби И становится Терри Ее сестрой-близнецом Ее жизнь стала напоминать приключенческий роман Убить Робби было легко А заполучить деньги Джона уже сложнее К счастью, Джон был безгранично предан Памяти своей недавно почившей жены Он будет счастлив Приютить ее опечаленную сестру Привет! Терри? Добро пожаловать Спасибо, приятно познакомиться Мэри вернулась и попыталась внушить Джону Хомена Что она сестра-близнец его жены Манеры и поступки Терри Очень напоминали Робби Терри быстро нашла работу И влилась в общество Никто и не догадывается, что Терри На самом деле Мэри Хилли Которую разыскивает ФБР За убийство в Алабаме Многие приняли Терри Но у некоторых остались сомнения Людям показались подозрительными Ее рассказы об умирающей сестре И о своем возвращении Они и донесли в местную полицию Приехали полицейские Чем могу помочь? И спросили Это вы Терри Мартин? Она ответила отрицательно А на вопрос Кто вы? Сказала долгая история После стольких лет обмана Тайны бегства Мэри решила заговорить Она призналась, что ее разыскивают За убийство Мэри берут под стражу Я знала, что рано или поздно Они вычислят меня И придут за мной И вот я здесь Но я не переживаю В конце концов Все поймут Почему я так поступала И тогда я Выйду на свободу Мэри перевозят в Алабаму 8 июня 83 года Присяжные выносят приговор Мэри Хилли Присяжные признали Мэри Хилли виновной И приговорили к пожизненному заключению За убийство Фрэнка Я люблю тебя И к 20 годам За попытку убийства Кэрол Мэри отправили в женскую колонию в Алабаме Но ее махинации на этом не прекратились Она была образцовой заключенной Подружилась с надзирателем И выходила за покупками А потом вообще взяла отгул на целый день Мэри ушла И Не вернулась Мэри Хилли Это тайна Покрытая мраком Нужно было только Ее разоблачить Мэри знала, как обращаться с людьми И говорила им то, что они хотели слышать Она была мастером манипуляции Мэри была патологической лгунией Она изобретала новые личности И выдуманные истории Чтобы сбежать от реальности Я бы назвал ее злом Иногда в мыслях и в сердце человека Живет необъяснимое зло И в моей маме Оно точно было Когда я узнала, что Мэри исчезла Мне показалось, она никогда не ответит за содеянное Это не сложно Нужно только сосредоточиться на будущем А не держаться за прошлое Тогда ты получишь все, что хочешь Теперь у меня будет жизнь, которую я заслуживаю Я почти у цели Почти 26 февраля 1987 года Мэри Хилли умирает от сердечного приступа Из-за переохлаждения при попытке побега из тюрьмы Программа озвучена на студии Велес Текст читала Светлана Кузнецова